Всем большой привет! Меня зовут Вика, а рядом со мной сидит моя сестра Ника. Всем привет! И сегодня мы решили снять видео «Дешево в России и дорого в Корее». Вы очень часто задаете вопросы на подобную тему, и поэтому сегодня мы решили снять именно такое видео. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал Ники, она также снимает видео, ссылка будет внизу в описании. И смотрите еще видео здесь наверху, также вопрос-ответ на канале Ники. И давайте уже погнали! Итак, первое, о чем я хотела вам рассказать, это газ. Газ в Корее дорогой, а в России он дешевый. И, как вы знаете, в Корее нет такого центрального отопления, как в России. Здесь отапливают все газом, теплые полы, готовят все на газу. И поэтому зимой выходит очень большой счет за отопление. Где-то... Ну вот у нас выходит в районе 150 долларов. Это только за газ, без остальных коммунальных услуг. То есть в России это вообще было бы копейки стоило. А здесь, видите, это дорого, потому что в Корее нет своего газа. Газ здесь привозной. И поэтому он здесь прям на вес золота. Следующее, что я заметила дороже в Корее, это какие-то услуги в салонах красоты. Допустим, если даже взять определенную процедуру, такую как окрашивание волос, в России она будет стоить в несколько раз дешевле, чем в Корее. Здесь такие услуги, особенно если на вот такую длину на мою, они будут стоить дорого. Следующая особенность, которую мы заметили здесь в Корее, это высокая цена на связь и интернет. И здесь просто так связь, как у нас, пошел и подключил симку, а потом попользовался и выбросил, так не прокатит. Потому что здесь заключаешь договор минимум на два года, платишь ежемесячно самый дешевый тариф, где-то 40 долларов, и туда входят безнеметные звонки, смс-ки. И какая-то часть интернета. Чуть-чуть совсем интернета, там 3G, и там скорость вообще слабая будет. С одной стороны, это не очень удобно, потому что иногда хочется, ну, во-первых, поменять номер. Потом, если ты уехал, если ты иностранец, да, допустим, и уже тебе не нужна связь. А с другой стороны, здесь роуминг отсутствует. Это выгодно. Да, то есть, если ты поехал в другую точку Кореи, ты поехал со своей же симкой, и нет такого, что там другой тариф, ты в роуминге, или там в метро связь не ловит. Здесь она отличная связь, и ловит и в метро, и в подвале, и везде, куда ты только не залезешь. В этом плюс и большой плюс, да. А насчет интернета, интернет дороже, и также с подключением на 3 года. Так минимум. Да, и если ты раньше времени расторгаешь договор, значит, ты выплачиваешь неустойку в виде неиспользованных месяцев. Допустим, если ты использовал из 36 месяцев только 6 месяцев, то ты 30 месяцев оплачиваешь ежемесячный вот этот платеж, и там сумма выходит кругленькая. Поэтому это тоже минус. В то время как в России можно подключить интернет без неустойки, ну, по крайней мере, сейчас вроде как уже убрали такое. И там стоит интернет в районе 600, ну, в общем, тоже разные тарифы, до 1000 рублей. Да, где-то вот так вот. А здесь, получается, с интернетом и с телевидением где-то будет 30-40 долларов обходиться. Следующее, что мы заметили, что дороже в Корее, это медицина. Она здесь, ну, порядком выше, чем в России. Да, здесь немножко тоже есть отличия. Если в России есть полис, ты оформляешь, который обязательный, и по которому ты можешь получить бесплатные некоторые услуги медицинские, то здесь также ты должен оформить, ну, точнее, не должен, можешь оформить страховку, но она здесь платная. То есть где-то в районе, я не знаю, 100 долларов, может быть. И если ты работаешь официально, то половина платит работодатель, а половина ты. И при этом каждый твой поход к врачу, он также будет стоить денег. Где-то 20% от стоимости без страховки. Самой услуги без страховки, да. То есть медицина в любом случае платная получается. Но качество медицины намного, конечно, выше здесь и современнее. Но сам факт того, что медицина в Корее дороже, это факт. И последнее, о чем мы сегодня вам расскажем, это мясо. В Корее любят мясо, и здесь оно за килограмм хорошей говядины, отборной, которая корейская, будет стоить 70 долларов. А есть, конечно же, сорта мяса, которые чуть-чуть похуже, там другие, привезенные из Китая, из других стран. Они будут стоить дешевле. Но самое такое хорошее мясо, вкусное, будет стоить где-то 70 долларов. В то время как в России хорошая говядина стоит... Ну, по крайней мере, дешевле раза в два, в три. Да. Что ж, ребята, вот такое у нас получилось видео. И если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальчик вверх. И также напишите в комментариях, сколько стоят мясо и картошка в вашем городе. Да. И в вашей стране. Это будет очень интересно. Да. Нам будет интересно почитать и сравнить. И подписывайтесь обязательно на канал Ники. И на мой канал, если вы все еще не подписаны. И ждем вас в наших инстаграмах. Мы проводим там часто прямые эфиры. Что-то обсуждаем, что-то там про дарамы рассказываем, про кип-поп. Так что подписывайтесь. И, кстати, будет скоро новый конкурс. Обязательно подписывайтесь. До встречи в новом видео. Пока. Пока.